В Акмолинской области снизили ставку розничного налога с 4 до 2%. Напомним, еще в прошлом году региональная палата предпринимателей обратилась к таким предложениям в местные исполнительные органы. Данный вопрос не раз обсуждался с участием бизнес-сообщества. Предприниматели выступали за понижение ставки с учетом положительного опыта в 2023 году. Благодаря сотрудничеству с маслехатами районного и городского уровней, местными исполнительными органами и областными департаментами государственных доходов и юстиции снижение розничного налога было внедрено в конце марта текущего года. Сниженная ставка розничного налога действует в области с 1 апреля. Специальный налоговый режим применяется не ко всем налогоплательщикам. Желающие должны соответствовать определенным условиям. Численность штатных работников не превышает 200 человек. Доход за календарный год не должен превышать 600 тысяч месячных расчетных показателей. Также законодательством определены подходящие виды деятельности. На сегодняшний день ставка розничного налога охватывает у нас больше 364 видов деятельности. Вместо ранее действовавших 190 к ним добавились переработка и производство товаров непосредственно, а также электромонтажные услуги, услуги в сфере общепита и непосредственно ремонтные работы различных видов. На сегодняшний день в Бакмонинской области данной меры поддержки может воспользоваться более 25 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. По словам председателя отраслевого совета торговли и услуг Садбека Ахмадиева, снижение розничного налога является ключевым мероприятием, направленным на поддержку предпринимательства. Основными плюсами специального налогового режима является стимуляция субъектов бизнеса к выходу из тени, а также к обелению фонда оплаты труда. Снижение розничного налога является ключевым мероприятием, направленным на поддержку предпринимательства и стимулируем развитие малого и среднего бизнеса. Эта инициатива имеет несколько положительных преимуществ. Во-первых, снижение ставки налога приведёт к снижению финансовой нагрузки у предпринимателей. Теперь у предпринимателей появится больше возможностей и больше средств для расширения и развития своего бизнеса. Это может включать в себя улучшение качества услужения, увеличение товарного ассортимента, модернизацию торговых площадей, а также улучшение конкурентоспособности. Во-вторых, снижение ставки розничного налога приведёт к улучшению доступности цен для всех наших граждан. Так, предприниматели, занимающиеся реализацией социальных товаров, таких как продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и других товаров, смогут снизить цену на свою продукцию. Для того, чтобы перейти на розничный налог, предпринимателю необходимо подать заявление в электронном виде в кабинете налогоплательщика. Также есть возможность до начала его применения отказаться от уплаты налога на добавленную стоимость. В случае возникновения вопросов, субъекты бизнеса могут обратиться в Центр обслуживания Палаты предпринимателей Акмолинской области в городе Кокшетау, либо получить консультацию по телефону 8 716 2 72 25 41.